Мусорят там, где нет баков. Специалисты экологического фонда проводят рейды в поселках городского округа. На этот раз их интересуют не только стихийные свалки. Совместно с жителями экологи определяют, как сделать территорию чище. Это центральная улица Новоуткинска. Свалка мусора расположилась рядом с двухэтажным домом. Жители деревянного барака не скрывают. Соседство с мусоркой – вещь неприятная. Сейчас, ладно, еще зима, а сейчас лето будет. Вот от этих вообще мусорок и так-то окна не открываем, то что это, мухи вот эти вот. А сейчас вообще летом там вообще не открыть просто. Подобные встречи с жителями поселков специалисты экологического фонда проводят совместно с начальниками сельских территориальных управлений. Уже побывали в Кауровке, Прогрессе и Нижнем селе. Где можно поставить контейнерные площадки и количество их? Ваше предложение, чтобы они устраивали и нас, и устраивали вас. Согласны вы с этим? Баки для мусора возле этого дома есть, но сама площадка не оборудована. Нет подъезда, баки стоят в крифе в козь. Не огорожены. И этим пользуются местные собаки. Вы что-то в пакет бросили такое с запахом? Собака же это все чувствует. Вытаскивает пакет и потащила. Таким соседством жители недовольны. Мусор выкидывают в баки прямо из автомобилей, на ходу. Зачастую в цель не попадают. Специалист клининговой компании поясняет, убирать площадки для мусора с центральных улиц не будут. Зимой в небольшие проулки техники просто не проехать. Да и мнения у жителей разные. Кому-то удобнее относить мусор недалеко от дома, а кому-то важнее вид из окна. Одним нравится, чтобы где-то недалеко от дома было. Другим, вообще в противоположной стороне, мы поставили две недели назад баки. Вот тоже на этой стороне, влагу. Сосед просто взял их, привернул и выбросил. В общем, убрал, вообще выкинул с места там, где стояли. Контейнерную площадку возле этого дома решили доводить до ума. Жители даже готовы сами изготовить крышки для баков, чтобы мусор не разлетался по улице. Впрочем, есть в этом доме и другие, не менее важные проблемы. Пока вот ни одна организация, так скажем, управляющая компания, не берет этот же фонд для однообслуживания. Они не платят за содержание, то есть статью содержания жилищного фонда они не платят. Поэтому и получаются все проблемы, то есть проблемы с крышами, с подъездами и так далее. Не платят за содержание, но и живут не в комфортном жилье. В доме нет канализации и жидкие отходы жители выливают прямо в нескольких метрах от дома. Руководитель экофонда и депутат уверен, здесь нужно срочно делать шамбо. Здесь нужно делать выгребные ямы. Здесь должно быть водоотведение, здесь должен быть капитальный ремонт. Значит, ничего этого нет. Но люди живут. Вот это на сегодняшний день – это большая проблема, которую нужно непосредственно решать. Но это должны решать и администрации, это должны решать и жильцы, решать и управляющие компании. Все вместе. Там, где контейнерные площадки оборудованы и их достаточно, стихийные свалки не возникают. Встречи с жителями поселков продолжатся. Следующий пункт – Слобода. Таисия Пономарева, Евгений Шилов, Служба народных новостей.